На дволуной ручья ловит стрекоза собственную тень. В душном зале мастер бьет ученика, скорая ведь не успеет. Приветствую вас яркие звезды в полдень, с вами Федорович. А чтобы не тянуть кота за ухо, я вам сразу покажу то, зачем вы сюда пришли. Технику убийства с одного удара. Но помните, что настоящий мастер должен уметь не только убивать, но и воскрешать. А то некоторые мастера с этим потупливают. Ноги нужно держать в тепле, голову в холоде. А мудаков на расстоянии. Но если ваши мудаки одели камуфляж и отрастили бороду, то расстояние вам не поможет. Поэтому готовьтесь падать и умирать. Бывает, человек бросает бухать, чтобы трезво мыслить, а по факту вообще перестает понимать, что здесь происходит. Особенно, когда идет на тренировку к старорусскому мастеру. Возможно, кто-то из вас не до конца понимает, что здесь происходит, поэтому я немного поясню. Дело в том, что мастер настолько долго был в запое, что у него открылась не только сверхсилы, но и сверхмощный перегар, который заставляет пьянеть и падать мужиков. Даже на расстоянии. А, то есть первый раз водку пил? Естественно. Мы все хотим, когда нельзя. И можем все, когда уже не надо. Но освоив эту технику, каждый из вас сможет одолеть любого каратиста, даже с черным поясом. КОНЕЦ Когда не можешь достигнуть желаемого, делай вид, что желал того, чего достиг. А когда у вас настолько страшные враги, что вместо того, чтобы бить, душить, резать и стрелять, они делают самый ужасный запрещенный захват за палец, вам ничего не остается другого, как идти в ученики к этому мастеру. Вот это за него! КОНЕЦ Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Что главное в любом деле? Правильно, это подготовка. Поэтому прежде, чем перебить 10 кирпичей, нужно подготовиться и научиться хотя бы по ним попадать. КОНЕЦ 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 Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Немногие из нас могут вынести счастье, особенно если это счастье другого. Также мало кто из нас может пережить величие, особенно когда это величие нашего соседа. Но сейчас я вам покажу главу клана ниндзей, который услышал мольбы миллионов зрителей и согласился показать свои убийственные и секретные техники работы с мечами. Звучит музыка Если это никакая не пластмасса, а древняя черная сталь, способна перерубить даже танк. Но вам-то для начала смертельных тренировок будет достаточно купить набор ниндзей в магазине игрушек и посмотреть какой-нибудь фильмец про убийц в черном одеянии. Только желательно где-то в 80-х годах. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Право на глупость – это наша основная свобода выбора. Поэтому каждый волен, что ему показывать и чему учить своих учеников. Главное, чтобы были ученики, а там разберемся. Люди столетиями учились. Главное, чтобы не слушать голоса в своей голове. Но почему-то они беспрекословно верят таким же голосам в чужой. А напоследок, я хочу, чтобы вы помогли понять и себе, и мне, чему же все-таки учит этот пузатый немецкий мастер. Главное, что я не знаю, что я не знаю. Убрегает лицо. Кто-то. Главное, что вы не знаете. Это очень здорово. В начале. И есть. Главное, что я переследовал. Убрегает. Что это? Ага. Убрегает. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует...